Привет, друзья! Это дядя Тёма из хижины Вестима. Ну, самое широко обсуждаемое событие последней недели, это, конечно, Иран и сбитый украинский пассажирский самолет. Напомню вам вкратце хронологию событий. Итак, 3 января по прямому указанию американского президента Дональда Трампа с дрона были запущены несколько ракет в Ираке, и они поразили некоего Касема Сулеймани, крупнейшего иранского террориста, можно сказать, то есть генерала, который руководил внешними операциями, так называемого Корпуса Стражей Исламской Революции. Ну, а эти стражи, они, в общем-то, много чего нехорошего делали в основном на Ближнем Востоке. Ну, то, что я не сильно горевал по этому поводу, я вам тоже уже успел сообщить. Что последовало вслед за этим? Естественно, Иран тут же стал грозить Америке страшной местью, то есть Америка содрогнется от нашего ответного удара, так говорили иранские товарищи. Ну, Америка тем временем устами Трампа тоже сказала, что они им тоже нанесут ответный удар аж по 52 целям, причем, как выразился Трамп, среди этого и культурно-исторические объекты. Потом, правда, слава богу, ему подсказали его помощники, что наносить ракетные удары по культурным и историческим объектам – это абсолютное варварство. Так что Трамп в несвойственной для него манере взял свои слова обратно, хотя извиняться, опять же, в несвойственной для него манере тоже особо не стал. Иран, тем не менее, нанес, нанес страшный ответный удар 8 января. Значит, об ударе он предупредил как иракскую сторону, по территории которой ракеты были выпущены, так говорят даже и самих американцев. То есть там все успели попрятаться, и страшная месть Ирана пришлась там по каким-то сараям, пустым ангарам и так далее. Люди, вроде как, вообще не пострадали. Но, тем не менее, в самом Иране это все было преподнесено как, да, страшная месть. Но на самом деле жертвами возмездия стали совсем другие люди. Начиная от десятков людей, которые погибли во время давки на похоронах генерала Сулеймани в его родном городе. Ну, а главное, конечно, это 176 бедных несчастных пассажиров самолета украинских авиалиний, который упал вскоре после взлета из аэропорта города Тегерана. Ну, что тут началось, вы сами знаете. Естественно, Иран тут же сказал, что мы тут ни при чем, что это то ли двигатели перегрелись, то ли летчик ошибся. В общем, короче говоря, нашей вины в этом нет. К иранским товарищам тут же присоединился дружный хор российских пропагандистов, в их числе так называемые эксперты, которые тут же сказали, что ни о каком теракте речи идти не может, что это то ли двигатели перегрелись, то ли там еще что-то. Короче говоря, в ответ на прозвучавшее тут же обвинение как со стороны украинской, так и со стороны, скажем, канадского премьер-министра Трюдо, а там очень много канадцев, погибло 63 человека. Так вот, они тут же сказали, что это все не просто так, и что самолет был сбит ракетой. Нет, ответили иранские пропагандисты и российские эксперты. Это все ерунда, самолет упал, потому что был негодный, потому что летчики дерьмо и все такое прочее. Могу даже назвать имена этих российских экспертов. Виктор Мураховский, РЕН-ТВ, Алексей Леонков, канал «Царьград», а также Сергей Хатылев, Константин Сивков. Наверняка их было гораздо больше. Но, как вы знаете, все, что они сказали, это была полная, абсолютная ложь. Потому что спустя еще три дня, 11 января, Иран признал, что на самом деле сбил украинский пассажирский лайнер своими ракетами. Ракеты российского производства называются Тор. Ну, естественно, они все это дело обставили таким образом, что обстановка напряженная, что Соединенные Штаты, естественно, спровоцировали, что было всего 10 секунд у ракетчика, чтобы сообразить, что это такое. То ли крылатая ракета, то ли самолет. Ну, а поскольку подлые американцы создали такую нервную обстановочку, то, в общем-то, совершил он ошибку. Нажал на кнопку и все такое прочее. И сбили, значит, они этот самый украинский лайнер. Надо сказать, что тут только ленивый не заметил очевидной параллели между двумя сбитыми самолетами, а именно самолетом, сбитым иранскими ПВО в текущем году, и самолетом, сбитым из Бука с территории донецких так называемых сепаратистов или ополченцев в 2014 году. И надо сказать, что отмороженные иранцы, все эти айталы, клерики, фанаты и так далее, проявили, в общем-то, гораздо больше и честности, и смелости, я бы даже сказал цивилизованности, чем наша московская шпана, московско-питерская, естественно, из Кремля и из Министерства обороны, которые до сих пор уже 5,5 лет врут, просто врут и не краснеют о том, что нет, мы тут ни при чем, кто сбил, не знаем, это все украинцы виноваты вообще, ну, в общем, история с малазийским Боингом вам хорошо известна, мы к ней еще вернемся, я думаю, обстоятельно в марте, когда начнется процесс по делу этого самого сбитого Боинга. Посмотрим, как они будут тогда извиваться, и Путин Владимир, и генералы всякие наши, и так далее. Сейчас, конечно, могли бы начать извиваться вот эти самые пропагандисты, Мураховский, Леонков, Хателев, Сивков и прочее, что, естественно, если бы они выводили свои экспертные оценки в нормальной стране, то, в общем-то, после такой очевидной лжи и некомпетентности, ну, и вы сами знаете всего-всего, естественно, в общем-то, их больше не пустили бы вообще никуда, выгнали бы с работы и не подпускали бы больше ни к газетам, ни к телеканалам на пушечный выстрел. Ну, в общем-то, у нас в Быдлостане, естественно, думаю, что эти эксперты еще не раз порадуют население своими точными оценками специалистов и патриотов. Ну, чего в этой ситуации ждать, на чем сердце успокоится? Новейшие сведения из Ирана гласят, что там начались массовые молодежные протестные выступления. Это происходит и в Тегеране, и в других крупных городах. Бузит молодежь и как раз по поводу вот этого инцидента. Они возмущены, правильно, возмущены тем, что несколько дней им нагло врали все иранские официальные средства массовой информации. Кстати говоря, опять же, интересный параллель с Россией. Несколько иранских таких топ-пропагандистов телевизионных, которые там особо ретиво вякли по поводу того, что это все американцы сбили, а мы ни при чем, или украинцы сами упали по собственной воле. Так вот, они вынуждены были или по собственной воле, или по настоянию сверху, этого мы не знаем, но они ушли в отставку. Их больше нет на иранском телевизии. Опять же, иранский режим тут оказался честнее, как бы и моральнее, чем режим путинский. Значит, что касается до студенческих протестов, то, чем они закончатся, непонятно, но совершенно очевидно, что, в общем-то, вся эта история, она, иранский режим, очень сильно пошатнула. Из этого, по-видимому, следует один явный вывод. Для того, чтобы укрепить, собственно, сам режим внутри страны, что, естественно, для правителей Ирана важнее всего, они, наверное, сильно ослабят свою внешнюю экспансию и займутся делами внутри Ирана. Те же стражи исламской революции, которые сейчас распоясались и в Сирии, и в Ираке, и в Ливане, и в Йемене, и так далее, думаю, что сейчас они в основном начнут проводить зачистку своего собственного иранского населения. К чему это приведет, не знаю. Очень хотелось бы, чтобы прогрессивная иранская молодежь этот жутковатый клирикальный режим сбросила нафиг, и Иран превратился бы в нормальное государство. Ну, хотя бы, хотя бы даже и монархию, как это было при Шахе Резап-Пехлеви. Тогдашний режим тоже был не подарок, но по сравнению с нынешним, конечно, значительно-значительно либеральнее и эффективнее. То, что Иран сильно сократит свое присутствие в других странах Ближнего и Среднего Востока, это, в общем-то, тоже очевидно, и потому что Сулеймани убили, и потому что просто, я думаю, сил у них уже нет, да и от Америки они получили, конечно, по мордосам очень сильно, и это бесспорно подорвало престиж, да и уверенность союзников вообще в компетентности Ирана. Так что думаю, что сейчас там усилится влияние Турции, усилится влияние Саудовской Аравии. Что из этого извлечет Россия? Мне сказать трудно. Ну, Россия, как я уже говорил, тут главный интерес, это чтобы шли войны, чтобы шли войны, продолжались конфликты, атаковали бы танкеры в Персидском заливе, совершались бы теракты. Вот это то, что нужно Путину и Кремлю. Почему? Потому что все это поддерживает на стабильно, достаточно высоком уровне цены на нефть. Ну, а если в Иране вдруг произойдет народная революция и станет Иран нормальной цивилизованной советской страной, вот это будет очень плохо, потому что и санкции снимут, и нефть пойдет по трубопроводам, и теракты прекратятся и так далее. Это Кремлю, конечно, категорически не нужно. Ну, а нам нужно, чтобы был мир, и чтобы люди повсюду жили свободно, и в Иране в том числе. Ну, будем надеяться, что в 2020 году так оно все и произойдет. Это был дядя Тёма из своей хижины. Пока, ребята, счастливо. Вы смотрите АРУ-ТВ